В Иркутской области примерно четверть бытового энергопотребления приходится на нелегальные майнинговые фермы. Добывают криптовалюту таким образом почти полторы тысячи домохозяйств. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Байкальской энергетической компании. По его словам, такой бизнес имеет последствия. Об этом наш следующий материал. Эта съемка была сделана в одной из ангарских новостроек. Работники управляющей компании ставят автоматические выключатели на счетчики квартир, где энергопотребление систематически превышает допустимые показатели. Но простоит это устройство недолго, говорят электрики. Его скрутят при первом удобном случае. Легкие деньги – вещь заманчивая, однако использование бытовых электросетей в промышленных целях может плохо закончиться, уверены специалисты. По данным регионального МЧС, за этот год более чем на 20 пожарах обнаружили майнинговое оборудование. Это сейчас большая проблема для пожарных подразделений. В плане того, что если мы говорим о правилах пожарной безопасности, то любое электрооборудование, которое находится у нас с вами в офисе, я не знаю, в любом другом месте, не должно оставаться включенным без присмотра. Такие, скажем так, серые майнеры всегда и обычно никогда не присутствуют в тех квартирах или в тех домах, где установлено это оборудование. Почему? Во-первых, это связано с большим количеством выделения тепла. Пожароопасность криптовалютных ферм – это лишь одна сторона проблемы. Перегрузка сетей может привести к выходу из строя внутридомовых коммуникаций. В этом случае расходы на ремонт придется делить между соседями. Понимая это, граждане стали массово жаловаться на майнеров. Найти управу на добытчиков электронного золота пока непросто. Законопроект призван регулировать данную сферу все еще на рассмотрении в Госдуме. Поставщики электроэнергии могут лишь по суду принудить криптовалютчика оплачивать услуги по коммерческим тарифам. Практически на первых этажах мы видим очень много представителей разных видов предпринимательской деятельности. И все они оплачивают так, как предписано государство. Почему единственная категория предпринимателей, причем еще и не вполне законных, до сих пор потребляет электроэнергию, а это, напомню, глубоко субсидируемый товар, по цене для населения, по социальной цене, по социальному тарифу. Иркутская «Энерго» подал более 400 исковых заявлений. Есть результат. Например, в Байендаевском районе майнера, разместившего оборудование в коровнике, обязали оплатить электричество на 23 миллиона рублей. Интересный случай произошел также в Байкальске. Как сообщает прокуратура, местная мэрия сдала в аренду частному лицу мощности муниципальной ТЭЦ. Впрочем, там дело закончилось лишь административным протоколом за нарушение требований пожарной безопасности. Александр Бычков, Антон Бархатов. Местное время.